добрый вечер серебряный дождь четверг 20.00 и в эфире медицинское шоу бессмертный доктор я ведущий врач-педиатр аллерголог иммунолог клиник док-дети док мед алексей бессмертный очень рад что вы нас слушаете наш ватсап плюс 7 903 797 6333 пишите свои вопросы а также их можно писать в комментариях на youtube кстати говоря если предыдущие выпуски вы не успели посмотреть они все появляются постепенно на яндекс дзен смотрите если хотите а в гостях у меня сегодня не совсем обычный доктор потому что это достаточно редкая специальность нейрохирург точнее детский нейрохирург борис олейников и мы сегодня будем говорить о том что же делают нейрохирурги борис привет привет приятно оказать вас в гостях спасибо большинство пациентов у нас пациенты дети мы сегодня время детям и родителей в голове крутится такая мысль что нейрохирург это человек который оперирует мозги то есть достает тут какие-то опухоли кисты но все-таки компетенция нейрохирурга гораздо более широкий вот скажи пожалуйста чем же занимается детский нейрохирург обычно своей практике ну вообще в целом я всегда об этом говорю где бы ни появлялся что нейрохирургия классическая стоит на четырех столпах это онкология сосудистая нейрохирургия глава центральная система это спинальная хирургия и эта травма вот но отдельным как раз таки таким оазисом идет детская нейрохирургия потому что она в принципе может включать в себя все эти четыре столпа плюс еще огромный просто пласт так называемых детских пороков развития и огромнейший пласт это водянка но это огромное количество пациентов когда говорю про пороки развития не только пороки развития там головного мозга но это могут пороки развития спинного мозга пороки развития оболочек пороки развития костей свода черепа ну то есть огромное количество и например на в нашей клинике мы еще отвечаем за все что как вы говорите все что выше бровей за мое чувствую шагирови а клиника этого розыска детская больница ну и плюс док дети я тоже скажи пожалуйста ну вот начнем тогда самого допустим насущного сейчас лето лето зима в принципе рим по травматизму наверно примерно одинаково зима зима больше до ватрушки а вот но мы проводишь уже неоднократно говорили что самая гадость о которой дети катаются кстати наши слушатели хочу вам сказать что я уже не знаю сколько в скольких передачах про это говорил и на радио на тв что самая опасная снежная забава этого дружка она неуправляема она быстро разгоняется из нее тяжело вылезти поскольку попа ребенка провалилась нее эту нужно как-то выковыряться а внезапно появляющиеся столбы деревьев и пеньки на дороге на пути ребенка могут быть совершенно небезопасно ну давайте нас ватрушка начнем травмы на ватрушках что это все представляет ну сразу хочется сказать что ватрушки вот как только начинается зима я тебе могу сказать что в день бывает дежурю же . ты дежуришь сутки в больнице да то есть это не просто там как бы где не перешли но бывает что и там сутки остаешься и все поступления как у нас больница экстренная морозка больниц ты их все смотришь в общем суть в чем бывает из операции приходится в два ночи ну ты делал операцию там начала не за там в 11 вечера пришел в 2 ночи обратно в отделение а там поступление сидит 10 человек и все в костюмах и лыжных и ты все сразу понимать все ватрушки все ватрушки в день примерно меньше десяти не поступает ну наверное рекордом человек 50 все ватрушки и я тебе могу сказать что умирали дети у нас которые катались на ватрушках умирали в связи с тем что к сожалению ужасному но некоторые патологии в нейрохирургии мы называем их наша тяжесть обусловлен тяжестью патологии когда обуславливаем так заключение почему пациент может иметь неблагоприятные исходы данного заболевания то есть есть четверто мозговые травмы которые несовместимы и вот ватрушка это высокоэнергетическая травма которая в принципе может носить характер летальный но к этому мы проходили уже говорят с травматологом ортопедом зимой с моим коллегой и другом а вот давайте про лето ну вот лето это мне кажется то время когда за детьми особо не следят дети отпущены сами себе тут начинаются самокаты турники самокаты сто процентов я кстати на скейтежках тоже но я всегда топлю что шлем надо носить ну да я допустим я вчера впервые там за много лет поехал на самокате там через центр поскольку были пробки пожалел что у меня нету шлема на локотников ехал там черепашь скоростью самокат страшная вещь потому что эти могу сказать не всегда человек на самокате получает травму сколько может получить травму человек которого он сбивает то что эти электросамокаты к нам очень часто приезжают вот например я в пятницу оперировал пацана 17 лет ему выдавленный перелом лобной кости вот на самокате на электросамокате то есть ты рекомендуешь для как нейрохирург для профилактики травм шлем я рекомендую во первых быть ну ты не можешь всегда носить шлем на самокате сто процентов я рекомендую просто быть чуть аккуратней я наверное бы рекомендовал какое-то все-таки ввести понимание правил как я не что-то нужно придумать потому что ну пока это хаос закончится как в японии там запретили может быть запретили в японии электросамокаты есть целое видео как кладбище электросамокатов лежат но находчиво и пояса японцы ездят на работу на электрических инвалидных колясках привыкли передвигаться уже не собственно регально да и у них такой лайфхак скажи ну вот случилась травма с ребенком да и возможно требуется нейрохирург ну дарился головой и спиной черепом как быстро нужно оказаться в больнице ты знаешь я тебе могу сказать что многие черепно-мозговые травмы которые поступают к нам в больницу они в других странах лечатся амбулаторно это бишь они требуют госпитализации например в нашем нашей стране это госпитализация показано 3 7 головного мозга ну да 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 это трое суток наблюдения потому что есть 72 часа на скажем так возникновение отсроченных гематом но в целом 99 и 9 процентов они как бы за хорошо закончен особенно при выполнении компьютерной томографии то есть если мы по ним компьютерную графию там все чисто сотрясение головного мозга нужно ставить чуть на клинический для без нет никакой субстрата никакой на нейроизоляции нет есть только одно исследование какое-то описанное там в сша которая позволяет выявить гибель аксонов то есть по сути все головного мозга это же мини-мини-мини-мини-мини диффузно-аксональное повреждение я так больничный мир а когда все эти учился приходишь к участковому терапевту вчера поскользнулся упал в тело сознание не помню все ночи рвало ничего не помню у вас отряд 14 дней дома вот но так слава богу до трех сократили но в целом просто нужно следить за состоянием просто там у меня бывали дни когда я пару дней своей практике дежурил в приемом отделении вот прям на воротах мы называем и и когда приходит ребенок ты все равно скорее всего сразу видишь что это легкая травма и что это травма которая требует вмешательства на хирурга во-первых у нас есть классическая наша шкала сознания кома глазга для оценки уровня сознания вот ну чаще всего конечно дети у которых есть какой-то субстрат который требует именно вмешательства они все-таки угнетенны хотя бы до 14-13 они лежат закрытыми глазами ну то есть это конечно мы не говорим про соприком но это угнетение в любом случае хотя бы до оглушения умеренного плюс это рвоты и у детей же кстати еще у нас еще очень много детей маленьких потому что вот эти маленькие дети которых спинального стола роняют они в кости у них как бумага они все поломаны но вообще насколько я помню еще в институте на галтерматолог мой преподаватель что первый раз ребенок переворачивается на пол да так а это первый переворачивается сто процентов и я могу сказать что опять-таки тут даже у них еще и клиники не будет у них же еще не сформирована стране стены ли нам не обросли волокна и по сути у них классический клиническая картина до него там 50 процентов сотрясов маленький идти без симптом вообще без симптом но по факту сотрясение головного мозга наверняка будет например мы видим наличие перелома на рентгене на том что все это уже не даже не сотряс а так как есть по опять-таки международной классификации наличие субстрата в виде перелома то мы ставим ушиб мозга легкой степени даже при условии отсутствие ну давай возьми и мифы как лечится сотрясение головного мозга никак то есть никаких мочегонных глицина но это стандартная терапия которую есть клин реки да у них сказано признаны как в них сказано что нужно давать там после трех лет диакарбус пока ампатогам до трех лет глицин возрастной дозировки я всегда своим пациентам говорю что будете выпить эти таблетки или вы не будете их пить на ваше усмотрение они не лечат травм они возможно помогают ребенку быстрее справиться и то не факт но я моя главная рекомендация при легко через мозга травме это отсутствие резидивирующей травмы потому что резидивирующая через мозговой травмы она всегда проходит в два раза то и три тяжелее не стучи по столу Да то есть если ребенок упал с пеленальник и чисто дня упал еще раз потом еще раз это хуже если он упал с пеленальника первый раз и у него возник перелом и он через два дня упал еще раз на за перелом то вот тут 70 процентов тома пойдем в опере либо что со мной трут Ohio гематома из-за порванных эмиссарных вен, либо корковых вен, которые идут к черепу. Были ситуации. И были ситуации, в которых была гематомка маленькая, которая не под операцию, субдуральная. И он получил повторную травму через неделю, и все, приехал в коме. И там на операции я делал уже паллиативную операцию, пытался спасти, делали мы гемикраниоктомию, когда половину черепа снимаешь, вскрывали оболочку мозга, и там был настолько выраженнейший отек, что я не смог даже кость поставить на место и натянуть кожу. Мне пришлось мозг отсекать, ну, ребенок погиб, но это, опять-таки, несовместимо. Это потому что рецидивирующая травма. То есть мы к чему все это подводим? Начали такой печальной ноте. Берегите своих детей, надевайте на них шлемы, и ни на секунду не отворачивайте от них глаз. Ни на телефон, ни на... Особенно на телефон, это правда. Ни на чашку кофе. Дети двигаются гораздо быстрее, чем вы думаете. Они могут за доли секунды соскочить с пеленальника, с тумбочки. А самое главное, помимо того, когда они вырастут и станут ходить, привинтите гвоздями, сотками всю мебель дома к стенам, чтобы... И не покупать двухъярусную кровать, пожалуйста. Да, чтобы на себя не прокинуть шкаф. А двухъярусную кровать почему не стоит? У меня, знаешь, сколько детей было, которые оперировали? Они падали с двухъярусной... У меня была вот там девочка одна, это вот прямо мой самый такой, скажем так, случай. И купить, потому что у нее была эпидуральная гематома, я не помню, 90 миллилитров, наверное, 5 лет. То есть для тех, кто... Для наших слушателей, эпидуральная гематома – это, ну, грызление в головной мозг, условно. Условно. Не в головной мозг, а... Под оболочкой. По сути, под кость над оболочкой. То есть эпидуральное пространство. У нас есть несколько оболочек, и вот наружная самая, она является надкосницей черепа. Когда она отсепаровывается, там возникает такое пространство эпидуральное, которого в норме нет, и вот там кровь. Кровь это сдавливает мозг. Это угрожающее жизнесостояние. Так вот, 30 миллилитров, чтобы ты понимал, это у взрослых уже показания к операции. Там была пятилетняя девочка, у которой 90 миллилитров было. Она упала с второго яруса кровать. Она после операции, по-моему, неделю лежала в седации, не могла выйти из-за постоянных судорог, но в итоге она вышла, она вообще себя офигенно чувствует. Я всегда говорю, что дети – цветы жизни, потому что они обалденно выходят после тяжелых операций, и в случае, что они как бы проходят реабилитацию, у них, конечно, это не у взрослых. Ну, я все время говорю, что детский мозг очень пластичный, как и организм. Наверное, заложено эволюционно. Возможно, возможно, мы произошли от обезьян. Никто еще до конца не знает. Но, как вы видели в зоопарке, маленькие детки-обезьянки практически получают такую хорошую плюху от мамы. Они не падают с веток с 5-метровой высоты, отряхиваются и идут дальше. Если мы от них произошли, то, собственно, и детские косточки достаточно пластичные. Видимо, сложнее получить травму, но если она случилась, они однозначно восстанавливаются в плане нейроребилитации лучше, чем взрослые. Они точно восстанавливаются лучше. Потому что у меня бывали, еще раз говорю, ситуации, когда, например, писать, ну, я так понимаю, многие, наверное, слушают, знают, что такое ствол головного мозга. Это филогенетически более древняя часть центральной системы, которая отвечает за какие-то базовые рефлексы и какие-то базовые функции нашей жизнедеятельности, такие как дыхание. Дыхание, сердцебиение. Да, абсолютно верно. Вот был ребенок, у которого было кровоизлияние из каверном и ровно в ствол мозга. Это одна из тяжелейших вообще патологий, ситуаций в нейрохирургии каверном и ствола головного мозга. Да и в целом любая патология ствола головного мозга. Потому что в него почти нельзя залезть. Нет безопасных зон. И в любом случае, сейчас как бы самая крутая работа, которая пишется Лоттаном, это нейрохирург американский, она направлена как раз-таки на хирургию каверном ствола головного мозга. Так вот, и ты всегда думаешь, оперировать или не оперировать. Так вот, была девушка, в которой мы решили не оперировать, вот, у нее было каверном, она была в тетропорезе, в тетроплегии. То есть для наших служб, опять же, у нее не работало ничего? Ничего вообще. Она на зонде, мы даже думали уже, единственное, что сохранилось, ну, дыхание, трахеустома мы ей не поставили. Но она как бы была, вот она просто лежала, ну, у нее были бульбарные, ну, жесть, просто жесть. Через год она пришла на своих ногах, я бы не сказал, что у нее хоть что-то было. Это был абсолютно полностью восстановившийся ребенок. Ну, она чуть-чуть ногу подволакивает. Подволакивает. Ну, обалдеть же. Ну, в общем, прогнозы в детской нейрохирургии лучше, чем у взрослой, поскольку детский мозг восстанавливается гораздо быстрее. Ну, кстати говоря, по поводу пластичности головного мозга и устойчивости к нехватке кислорода или гипоксии, в моей практике тоже был малыш, когда я работал еще в онкоцентре, ну, который, к сожалению, решил, что его онкологическое заболевание несовместимо с жизнью. И случилась трагедия. 30 минут долгих реанимационных мероприятий, что, в принципе, всегда заканчивается практически плохо. Он все-таки остался ночевать в реанимации, через три дня пошел на свой вечерний обход и увидел его играющего в планшет. Для меня это было как бы, ну, что-то типа чудо, вот, но, как объяснили онкологи, детский мозг пластичный очень с тех пор я об этом думал. Хорошо, травмы мы запомнили, слушатели услышали, все, что может упасть на ребенка, прибито гвоздями, сотками, двухъярусная кровать даже в маленькой квартире это вещь небезопасная, а дети, когда бесятся и разыгрываются, не контролируют себя, не катаемся на водружках, а самокату, электросамокату ребенка обучаем и не снимаем с него ограничить скорости, как сейчас это можно делать. Не-не-не-не, я, кстати, тоже хотел сказать, ограничить скорость это тоже вообще крутая вещь. 5 километров детям, вот, им же, ну, что это такое вообще, 15, 25, 25 ездит, это что за ужасно? Нет, да, просто на 25 километров в час можно так удачно разложиться, что как бы и не собрать себя потом. Давай поговорим о очень интересной такой вещи, вот мы начали об этом говорить, о врожденных пороках развития. Как часто пороки развития, ну, нервной системы, которые требуют операции, требуют, как часто они встречаются. И пока, тут, кстати, мне пишут в WhatsApp вопросы, я напомню, что наш WhatsApp плюс 7903-7976333, вопросы можно писать туда, нашему доктору задавать. Так вот, как часто встречаются нейрохирургически врожденные проблемы у детей? В общем количестве. Пожалуй, самые частые пороки развития, про которые можно говорить в центральной нервной системе, ну, или в целом, скажу так, в нейрохирургии, это спинобифида. Объясни для слушателей, что это такое. Спинобифида, по сути, это так называемый спинальный дизорофизм. Это нарушение, когда мы развиваемся, у нас спинной мозг заворачивается в трубочку. Да, как мы пили меж наирулящим. По сути, называется это нейруляция. Вот нарушение нейруляции, когда спинной мозг не завершает свою нейруляцию на каком-то либо из уровней, чаще всего это, конечно, пояснично-крестцовый. И не заворачивается в костную трубочку. Не заворачивается в трубочку, да. То есть спинной мозг не завернулся либо не завернулись оболочки его до конца то есть вот на уровне скажем так спинной мозг оболочки позвоночник мышцы кожи может быть какая какой-то порог вот именно на этом уровне и в зависимости от того сколько уровне поражено от этого может быть грыжа вообще в целом это спинно-мозговая грыжа так называемая то есть это мешок который из центральной системы торчит наружу это нужно сто процентов оперировать это показание стопроцентной кооперации и зависимость то есть многие там спины бифиды спины бифиде рознь бывают знаешь такие которые когда они приезжают уже сразу с выраженнейшим дефицитом с выраженнейшим а бывают такие которые приезжают и их бы проще скажем так в общем операции заканчивается хорошо даже там без каких-то а влияет это что на тазовые функции тазовые функции и движение нижней конечности то есть грубо говоря на том месте где было выпячивание там нервы получают свои действия дальше они вовлечены чаще всего корешков корешки вовлечены в процесс и когда ты задача какая в идеале задача какая это совершить если руляться не завершится завершить вторичную руляцию это иссечь грыжевой мешок и полностью закрыть сообщающийся с внешней средой центральной нервной системы да то есть закрыть оболочку найти им так на оболочку твердомозговую зашить ее и закрыли за и зашить мягкие ткани но очень часто в этом грыжевом мешке уже поврежденные корешки то есть понятно что есть риск всегда поверите здоровый корешок если он не увлечена ты как бы занимаешься этим но очень часто там корешки уже поврежденный поэтому да тут когда мы имеем дело со спины бифида во первых она еще есть такой понять как о том что такое спины бифида и какое есть еще понятие мы услышим после небольшого перерыва а вы будете молодцы если будет писать нам ваши вопросы в эфире шоу бессмертный доктор в гостях у меня нейрохирург борис олейников задавайте ему свои вопросы плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три 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 а мы говорили только в таком пророке развития как спины бифида это когда простыми словами части позвоночника нет и поэтому часть спинного мозга выпячиваются наружу повреждается или инфицируются поскольку не защищена вот это самый главный момент они же у меня был самый маленький ребенок который оперировал семь часов возрастом был семь часов спина бифида была открыта и ликвар поступал ликварей было а это стопроцентные показания сразу компания что может возникнуть инфицирование и спина бифида очень часто постоянно она мы она входит в симптома комплекс это так называемый сочетанный порог развития cns который сопровождается наличием спинального дезорофизма наличием аномалии арнольда киари 2 и наличием гидроцефалии то бишь подход к лечению спины бифиды он такой стадийный первично нужно закрыть грыжевое выпячивание а для тех кто не знают патологии арнольда киари то я сейчас все расскажу это рассказывает это стадийное лечение должно быть данных пациентов сначала мы закрываем грыжевой мешок сначала мы закрываем грыжевой мешок я не стучу поставил после этого учитывая что у ребенка была постоянная ликварея то есть мы добились того что в принципе мы закрыли путь инфицирования да и спина мозговая жидкость не вытекает да но при этом у них все равно уже есть гиперпродукция много жидкости много жидкости возникает водянка сначала мы должны добиться того что ликвар будет санированным потому что после исчез спины бифиды когда большая спина бифиды невозможно нормально вести рано в любом случае будет заживать вторичным натяжением потому что она не было такое что ребенку с живота кожу натягивал вот она распадать потом вторичное натяжение до большие ну как большой рубец но по-другому никак вот после этого санируем ликвар с вероятностью там 80 процентов ставим шунт метриклопертониальной трубочку силиконовую голову в голову ставим она жидкость забирает из головы через специальный клапан не дает большему количеству сбрасывается нужное количество сбрасывается ровно в животик все это первый стадии операции следующая стадия операции где-то через два три года мы смотрим делаем мрт спинного мозга там скорее всего есть фиксация спинного мозга потому что там рубцы рубцово-спаечный процесс спинной мозг у нас в норме должен закачиваться на уровне первого поясничного позвонка потому что позвоночник растет быстрее и в целом как бы больше чем а можно что припаивается он припаивается ко всем рубцам которые там есть и наша задача сделать так освободить его из ротов пишет кто-то понимаешь ты хороший специалист может быть по-русски театр так много терминов что многие не понимают объясни более просто говори про страстными словами или все договор буду пытаться спиной мозг припаивается ко всем тканям которые в рубце и задача его освободит у то есть в принципе задача послойно пройти дальше даже спинного мозга освободить его из всех спайк оболочек из всех спайка потому что начал натягивается натягивается возникает такое явление как 7 мили это спинном мозге есть канал внутри в котором тоже есть жидкость и когда он натягивается этот канал начинает расширяться называется серингами или эти серингами личных кисты начинают изнутри сдавливать спинной мозг что приводит к сколиозам что приводит к еще более грубому неврологическому дефициту и может развиваться вплоть до асфиксии, если свингомилия возникает на шейном уровне. Это вторая стадия, второй этап стадийности нашего лечения. И третий этап это разрешение аномалии Арнольда Киарри. Аномалия Арнольда Киарри это по сути диспропорция в черепе. Да, краниоцеребральная диспропорция мы называем. То есть по сути у нас череп состоит как? Свод черепа и основание. И вот основание это же по сути основание как платформа и на ней лежит мозг и там есть три ямы так называемые задняя черепная ямка средняя и передняя черепная ямка. Вот в задней черепной ямке лежит мозжечок и ствол мозга прободает в большое толщинное отверстие. Так вот туда должен прободать только ствол. А если там есть аномалия сколько поем? Можжечок может западать. Вот когда неправильная неровная скажем так пропорция то есть задняя черепная ямка неправильно сформировалась и мозжечок начинает попадать в большое толщинное отверстие где должен лежать только ствол мозга. Можжечок начинает сдавливать ствол мозга. Если сдавливать ствол мозга это асфиксия и возможность внезапной смерти. Мы тут обсудили пока был перерыв что спины бифиды частый порог встречается с частотой около трех-четырех случаев. По-моему я не буду точно говорить. Достаточно часто. Вот и частый порог да. И там прогноз совершенно вариабельный от того что все будет замечательно до потери. Есть менинга цели, менинга-радикулы цели менинга милина, радикулы цели. Все зависит от того что вовлечено. Менинга цели только оболочки. Радикулы цели позвонки. Менинга-миила, радикулы, спинной мозг, позвонки, оболочки. Вот в зависимости от того что вовлечено и то есть за сколько успел повредиться за ду . ненасколько успе не успела а насколько просто как порог сформировался слушай но вот я слышал что были операции когда спина бифида период внутриутробно да кто-то говорит это вообще тренд фитальная нейрохирургия спина бифиды это тренд который пытались ввести в россии только спинальный еще кардио ну нет я имею в нейрохирургии говорит фитальная нейрохирургия спина бифида это тренд и этим занимался марк аркадьевич курсер по моему сосадовым это крутая история но она не имеет насколько я знаю по крайней мере я слушал буквально полтора года назад в израиле доклад про фитальную хирургию она не имеет явных плюсов если не четко четко отбирать пациентов фитальная нейрохирургия спины бифиды должна быть только при наличии там есть четкие показания это должны быть маленькие спины бифида спина бифида которые если оперировать фитально то они с меньшей вероятностью приведут к на каком сроке беременности я не вдавался мне это я не хотел никогда первых фитально мне не очень мне больше нас открыто там другая специфика работ там больше это похоже на эндоскопию лапароскопии вот так хорошо спина бифида мы направляем оперируем не забываем про них значит в гостях у меня борис олейников нейрохирург мы говорим очень умными словами а интересно всяких вещах про нейрохирургии стараемся говорить более просто когда спросили но просто и тема достаточно такая узкая и специфическая наш ватсап плюс 7 903 797 6333 после небольшой паузы будем говорить еще в одном частном пороге развития таким как ранее синастоза или сросшиеся черепа будем говорить о разных опухоль пухолевых сосудистых проблемах головном мозге так что встретимся через несколько минут серебряном дожде и доктор программа носит рекомендательный характер и не может заменить обращение к врачу в эфире шоу бессмертный доктор мы с хирургом здесь с детским нейрохирургом борисом оленников обсуждаем четыре крупных блока мы решили не говорить обо всем по чуть-чуть об основных проблемах детской нейрохирургии более подробно хоть может быть для кого-то слишком сложными словами но мы стараемся объяснить попроще мы обсудили детские травмы решили что возружки это самое самое зло зимой на них кататься нельзя самокаты тоже плохо потому что дети бьются детей нужно оберегать не ставить двухъярусную кровать и ни на секунду не отворачиваться от них чтобы избежать травмы мы говорили о спинобифиды такая патология когда спинной мозг торчит что называется наружу и это влияет на функции тазовый и тазовый ребенка в том числе функция нижних конечностей и что это можно заперировать и это достаточно частая проблема и сейчас мы перейдем собственно следующей проблеме которая к счастью сейчас педиатры и неврологи стали чаще выявлять и чаще вовремя компенсировать это правильно зацикране осеностоз расскажи что это такое но для многих родителей у меня ребенка какая-то странненькая голова да мы когда рождаемся но мы же прямоходящие нам нужно было заплатить за это скажем так если мы смотрим теперь на собак они когда рождаются они уже более-менее там что-то могут ходить бродить ну там чуть ли не на следующий там неделю но олененок может сразу пойти вот о том и речь понимаешь а нам как бы нужно было сделать так чтобы были прямоходящие и как бы за счет того что то все равно уже стал у женщин нужно были какие-то механизмы чтобы ребенок проходил вот этим механизмами явились это родничок роднички и швы черепа чтобы череп был подвижный да чтобы он мог проходить через естественные родовые пути складываться и потом распрямляться и типа все класс кстати говорят для меня череп ребенка почему-то напоминает карту земного шара где тектонические плиты надвигаются на другую я не задумался но просто я иногда вижу такие роднички которые размером с тетрадь так в общем у нас есть протестаode которые складывался абсолютно верно и вот самая такая распространенная теория но как ближе я буду я буду говорить про не синдромания cross stop той на входе в какой-то симптомокомплекс они являются синдромом как бы будем говорить про не синдромальный просто скажут ни входище quote комплекс болезни週 наверно не апперт не крузон в общем не синдромальный поехали у нас есть эти швы и И вот самая, скажем так, теория, которая сейчас является на Западе самой распространенной, почему появляется краничный настос, у нас есть твердая мозговая оболочка, она является надкосницей черепа изнутри, и она в местах швов очень плотно сращена. И вот наличие, есть гены, которые, когда кодируются, ну, есть генная мутация возникает, и именно вот в месте, где прикрепляется твердая мозговая оболочка к швам, возникает генная мутация. И этот шов, по сути, шов — это сустав. Это же, по сути, сустав синдесмос. Он перестаёт существовать, там просто окостенение происходит. То есть череп вместо того, чтобы стать шарообразным суставом, где каждая пластинка как сустав сединена? По сути, да, как сединена, жесткий неподвижный сустав, но там просто возникает кость. И что возникает дальше? У нас череп растёт вокруг швов. И, например, у нас выпадает шов, который идёт спереди-назад. Ну вот он от большого родничка, все же помнят родничок большого детей, он посередине головы, где макушка, вот эта связь с космосом. И кзади идёт. То есть ровно посередине головы идёт кзади, к лимдовидному шву. И он там, я не знаю, ну там 10 сантиметров бывает там у некоторых. Его прям видно. То есть на черепе это вот такая вот молния зубчатая. Особенно, когда ребёнок плохо ест, у него кожа натягивается, видно, как у него рисунок такой шов на голове. Да, да, кстати. Вот. И, короче, окостенел этот шов, предположим. И голова перестаёт расти вправо и влево. Потому что шов не может разойтись. Абсолютно верно. И она начинает расти только спереди-назад. И возникает так называемая седловидная форма головы. А не расти это не может, потому что мозг растёт? Конечно. И мозг начинает расти неправильно, то есть в неправильной форме. У него нету, возникает крайнюю церебрание, диспропорция та же самая. У нас есть доктрина Монро Келли, которая говорит о том, что постоянственного чипного давления обеспечивается наличием объёма черепа, наличием мозговой ткани, ликвора, спинномозговой жидкости и крови с сосудами. И вот это нормально. А когда у нас меняется какая-то из этих постоянных, меняется чипное давление. Вот изменился объём черепа, он должен был бы меняться, но он остался меньше. Понимаешь, в любом случае, потому что так не растёт с боков. И всё, мозг начинает сдавливаться. Это не норма вообще. Не норма. Сейчас Борис нам расскажет, что с этим делать. А ваши вопросы мы ждём на нашу ЦАП. Плюс 7903-797-6333. Вопросы на эрохирургу Борису Олейникову. Но череп растёт неправильно. Мозг сдавливается, давление чипное растёт. Голова приобретает своеобразную форму. Косметически абсолютно неподобающую, скажу так. Да, треугольное, со скошенным лбом. Да, разные бывают. Уши асимметричные, вытянутые и прочее. А раньше, когда я начинал работать, как я тут упоминал, это было 18 лет назад, их разрезали пополам голову и заново сшивали, убрав лишнее. И сшивали подобие шва. Сейчас я так понимаю, что это разные методики. Вот выявили родители у ребёнка, не нравится им голова. Пошли к педиатру, и педиатр говорит, давайте мы сделаем УЗИ-швов. Класс. Это я топлю за УЗИ-швов. Я ходил в док-дети, читал лекции о том, что, блин, УЗИ-швов, это круто. Да, сделаем УЗИ-швов и посмотрим, что там хрящ или кость. Полупроницаемая для УЗИ, ультразвуковой волны, ткани или нет. И вам говорят, у вас крайний осеностоз, крайний осеностоз, надо оперировать. Как это убрать? У ребёнка череп не растёт, мозг растёт, давит изнутри на череп, а череп не растёт. Многие верят, это очень грустно, вот многие, когда это слышат, они не понимают, в принципе, серьёзности. Они не понимают, что это такое. Они видят, ну, как бы, вроде, ребёнок растёт, ну, что-то там улыбается, развивается, ну, голова неровная. Но это реально тяжёлая, травматичная операция ребёнка предстоит. И многие не верят в это, идут к остеопатам, это моя больная тема, лечить кровоочный осеностоз у остеопатов. Не надо, надо идти к нейрохирургу. Ты сейчас накинул на вентилятор, потому что я, российская остеопатическая ассоциация не только на Федю Катасонова подавала в суд, но и мне пыталась тоже подать, за то, что я назвал их шарлатанами. Вот, но действительно, к сожалению, есть вещи, которым может справить остеопат. Это психотерапевт, который расскажет, что у вас всё будет хорошо, и внушаемые дамочки могут этому поверить, и у них пройдёт боль в спине. И панические атаки. Но пороки развития у детей, связанные с тем, что кости растут неправильно, они, к сожалению, справить не могут. Пусть занимаются болями в спине, тревожными людьми и психотерапией, когда человек не готов к психотерапевту. То есть остеопат не может справиться с росшейся костью черепа? Нет, ни в коем случае. Единственный шанс – это дать возможность черепу заново развиваться, либо путём малоинвазивной операции, направленной на сутуротомию, так называемую, это иссечение места, где должен был быть шов, и возведение двух костных дорожек для того, чтобы передний-задний размер уменьшался, либо при наличии другой патологии, например, метопический шов или венечный шов или лимдовидный, там уже нужна полноценная реконструкция, направленная на формирование правильной формы свода черепа путём, по сути, выполнения краниотомии, путём выполнения трепанации. Трепанацию мы делаем, мы делаем разрез большой, скальп снимаем, обнажаем полностью череп, выполняем, я всегда стараюсь работать ещё от здоровья, если уже ребёнок достаточно взрослый и порог развития сильный, например, плагиоцефалия, это самые сложные пороки плагиоцефалии, когда венечный шов, шов, который сбоку, если он зарастает, начинает расти одна голова, один лоб вперёд, а другой лобный бугор стоит на месте. Это сложные пороки развития, поэтому, например, вот их в нашей клинике, как меня там мой учитель учил изначально, и как сейчас это делают, нужно лечить от интактной стороны, так называемую гиперкоррекцию совершать. То есть мы совершаем и выдвижение чуть-чуть здоровой стороны, и под здоровую сторону начинаем формировать нездоровую. То есть, по сути, такая реконструктивная операция, когда... Это пластическая хирургия, пластическая нейрохирургия. Мы называем это пластической нейрохирургией. То есть я для себя понимаю, что просто мы в голове заново вырезаем все эти швы и заново её собираем? Мы полностью вырезаем, бывает на некоторых операциях, всё зависит от наличия, от степени порога, потому что мы измеряем крайнеуцефальные индексы, мы смотрим, даже когда снимаем, мы уже понимаем, это очень много творчества. Вот в хирургии крайнеуцефальных сосудов много творчества. Нужно прям вот очень ровно, чётко смотреть. Так вот, да, мы полностью выпиливаем во многом, очень часто, свод черепа, и собираем его полностью заново правильной формы, придавая, скажем так, череп. И мозг изнутри уже начинает, когда он срос, и мозг уже изнутри начинает адекватно расти и изнутри давить на череп, чтобы он тоже рос правильно. Хорошо. Такой вопрос. Гриш-малоинвазивная операция. В чём она отличается от операции, как делали раньше? Это называется эндоскопическая крайнеу пластика. По сути, если раньше всегда делали разрез от уха до уха, то при, например, именно сеностозе сагитального шва можно выполнить два маленьких разреза на теменной части и один чуть-чуть побольше на затылочной, и из нескольких разрезов выполнить суротомию с прокусыванием двух костных дорожек. И это носит абсолютно такой же, ну, как бы, результат. То есть это только нужно успеть сделать до пяти месяцев. Дальше это не сработает, не срастутся кости. А чем грозит, если этот крайнеу сеностоз, то есть неправильно формирующийся череп, который, где кости сращены и растут неправильно, не соперировать? Задержка психомоторного развития на фоне повышения внутреннего давления из-за неправильного, неадекватного развития черепа и вследствие этого неадекватное, неправильное развитие головного мозга. А в каком возрасте это можно скомпенсировать? В любом? До года. А если старше годы? Все, не сработает. Не срастутся кости. Кто-то идет позже делать, но как бы плохо срастается кость. Идеальный возраст от трех до восьми, в зависимости от патологии. Ну вот мы сейчас поговорим о такой больной теме, а многие предлагают носить специальный шлем, чтобы форма головы исправилась. Истинный крайнеу сеностоз шлем не исправит. Никогда. Это только операция. Ни при каких условиях шлем не исправит наличие истинного сеностоза. Есть неистинные сеностозы, которые, если вы будете носить шлем или не будете носить шлем, позиционные так называемые, они все равно исправятся. А истинный сеностоз шлем не исправит. Я своим пациентам после малоинвазивных операций рекомендую, говорю, что вы можете приобрести шлем, но если вы не приобретете, ничего страшного, просто старайтесь позиционно лежать больше, спать на затылке. Чуть больше вам будет проблем с тем, что нужно все равно давлением спереди-назад давить. То есть нужно подкладывать два валика и стараться смотреть за тем, чтобы ребенок все равно спал на затылке. Я могу сказать, что у меня есть и такая группа, и группа со шлемами. И в целом, те, кто хорошо себя вел, скажем так, из родителей, у них красивые головы без шлема. А вот эта история с тем, что шлем нужно носить просто для того, чтобы сформировать ровную голову, мозг хорошую, красивую голову сформирует, если у вас нет сеностоза. Понятно. Слушай, ну, мы еще поговорим о одной маленькой теме, и потом будем приходить к нашим вопросам. Наш WhatsApp, плюс семь, девятьсот три, семь, девятьс семь, шесть, три, три, три. Тема очень быстрая, очень маленькая. У детей бывают инсульты. Да. И вы, как нейрохирурги, тоже участвуйте в их лечении? Я работаю в единственном в России центре детского инсульта вообще. И к нам свозят самое большое количество детей с инсультом. Я занимаюсь геморрагическим инсультом. Есть же два инсульта, ишемический, геморрагический. Когда не хватает кислорода и когда кровоизлияние происходит? Абсолютно верно. Это если совсем грубо. Вот кровоизлияние в головной мозг, это прям моя тема. Это тема моей кандидатской диссертации, это то, что я обожаю, я люблю. И когда возникают данные операции, у меня, скажем так, руки прям трясутся от того, что... Ну, это моя любовь, это геморрагические инсульты. Потому что это тяжелейшая хирургия, это сложнейшие, скажем так, пациенты. Но это настоящая борьба со смертью. Потому что это тяжелейшая патология, которая требует полной максимальной отдачи, везения, мастерства врача и компенсаторных возможностей у пациента. Это очень тяжело. А почему геморрагические инсульты возникают у детей? Это какая-то врождённая сосудистая патология? Да, врождённая сосудистая патология. Аневризмы, каверномы, артериевенозная мальформация. Чаще всего артериевенозная мальформация. Хотя у нас с аневризмой был ребёнок 6 месяцев. То есть это неправильно развившиеся сосуды, которые при удачных условиях просто лопнули и крыланули. Артерия, капилляры, вены. Вот это правильный ход. Артерия, входящая в вену и вот такой патологический клубок сосудов, в котором неправильный порог, неправильный градиент давления, где артериально сразу венозную кровь переходит с высокого в низкое давление, стенка там истончённая, всё, разникает разрыв. Кровь очень пагубно сказывается на головном мозге. Мы с Борисом Олейниковым, нейрохирургом, нашим гостем, вернёмся к вам через несколько минут и ответим на ваши вопросы. Добрый вечер, в эфире шоу «Бессмертный доктор» на радио «Серебряный дождь». У меня в гостях нейрохирург Борис Олейников, и мы переходим к ответам на ваши вопросы. Борис, надеюсь, вопрос по адресу. Во время операции по поводу артерио-венозной мальформации 14 лет ребёнку повредили ветку тройничного нерва, который идёт к волосистой части головы. Чувствительность пропала. Есть ли вероятность возвращения чувствительности? Спасибо. В зависимости от того, насколько есть поражение. Если полностью пересечён нерв, почти нет. Ровно год назад Борис оперировал нашего месячного сына. Дренировал МПМ, был менингит. Сейчас всё хорошо. Спасибо, Борис. Ему сейчас уже год. О, я рад. Я даже понял, про кого. Да, большой привет. Так, тут то, что пишут, что у нас не работает какая-то трансляция, это не ко мне вопрос. Так, 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 так. Слушаю вас, поражаюсь, какая сложная у вас работа, как вы просто позитивно не рассуждаете. Как вам так удаётся? Ну, я обожаю энергохирургию. Я всегда говорю одну и ту же фразу. Это самый правильный выбор в моей жизни. Я многое, что-то выбирал неправильно, но это выбрал правильно. Спасибо, очень интересно. Программа не для слабонервных, но очень интересно. Ну, кстати, да, действительно, рассуждать очень просто о сложных проблемах можно только искренне и по-настоящему любя свою профессию. Отличный вопрос. Добрый вечер. Насколько доступно такое лечение в финансовом плане? Наверное, мы говорим сейчас про спины бифиды и про крайнюю синостозу, поскольку вопрос пришёл под конец. Если мы говорим про граждан РФ, то в целом мы оперируем данных детей по квоте. Эти операции проводятся по ОМС. И спины бифида, и крайнюю синостозу. Есть вероятность, например, если хотят резорбируемые пластины, которые не нужно снимать. Пластин, которые рассасываются. Да. Я не очень их люблю, если честно, потому что некоторые рассасываются быстрее, некоторые медленнее. В общем, я больше за титан. Они жёстче. Да, вторая нужная операция, но она сильно-менее травматичная. Два дня подержать на инфрационале и всё. Но в целом всё это идёт за счёт фонда ОМС. То есть можно бесплатно сделать? Да, только нужно заранее всё это обговорить. Понятно, что когда экстренность какая-то есть, то мы оперируем, например, спины бифиды сразу. А крайнюю синостозу нужно заказывать те же самые пластины. И они там какое-то время идут. Поэтому лучше приходить заранее, хотя бы за месяц, чтобы мы планировали госпитализацию. Слушай, ну скажи, пожалуйста, сразу проговорим про лечение. А если у человека острая травма, он приезжает в Морозовскую больницу? Вообще это всё, ну сразу. То есть это сразу его берут в лечит? Сразу, ноль минут. Анализы. Понимаем, что группа крови, группа крови, коглограмм готова, ЭКГ есть, всё быстро на операционный стол. Время, деньги. Ну как это? Время, как это называется? Время, деньги. Ну ещё время дорого. Время дорого стоит, да. Особенно в ситуации с черепной мозговой травмой. А если, допустим, приезжает ребёнок, ну ночью в стационар, говорит, вот у меня крайний сеностоз, а у него там, не знаю, вялый стал. Вы возьмёте его по экстренности на операцию или всё-таки... Нет, конечно. Мы его обследуем. Да. И мы поймём, почему он стал вялый. Если он, ну вряд ли, стал вялый за крайний сеностоз. Это такая просто хитрая лазейка. А, мы сейчас ночью приедем. Ну это, я, лазейки есть, как поступить. Мы даём путёвки на госпитализацию, но понятно, что если там поджимает время или нет возможности дать анализы, ну есть лазейки. Ну всё, грубо говоря, если пластично подходите к ситуации и человеку. Конечно, мы стараемся помочь всем, в любом случае. Кисташишковидной железы по Сталин в 16-м году поднимает температуру до 37,1, к 23,00, к 23,00, а на 36,1. Но при этом ощущение, как 40. Переболел ковид в начале этого года и лёгкая форма. Опасно ли то, что уже два года не делаю МРТ? И что такое кисташишковидной железы? Константин 35 лет. Константин, Борис... Я могу ответить. Кисташишковидной железы — это такая история, которую нужно следить в динамике в любом случае. Хотя бы раз в год, раз в два года, ну необходима в плане МРТ. Потому что, например, там малышам, мы некоторым оперим, если она растёт. Если она не растёт, она вообще никак себя не будет проявлять. И в целом можно с ней жить. Это как один из вариантов просто развития организма. Константин, я добавлю от себя, как человек, связанный с иммунологией, если у вас температура 37,1 к 23,00, а потом она 36,1, скорее всего, абсолютно здоровая. Кисташишковидной железы не имеет к этому отношения. Наша температура не 36,6 всегда, она варьирует от 36,0 до 37,5. А просто у вас постковидный синдром, скорее всего, так что вы скоро поправитесь. На этой весёлой, позитивной ноте для Константина мы с Борисом Олейниковым заканчиваем наш сегодняшний хир, посвящённый такой интересной теме, как нейрохирургия, детская нейрохирургия. Если вы что-то не услышали, появились новые вопросы, смотрите запись на Яндекс.Дзен. А Борис Олейников работает в Морозовской детской городской клинической больнице города Москвы и занимается нейрохирургией. Поэтому, если у вас возникли какие-то вопросы по нейрохирургии, вы можете обратиться в консультативную поликлинику туда и, может быть, попасть на лечение. Может, в Док-дети. Да, или обратиться в клинику Док-дети, где он также принимает. На этом я с вами прощаюсь. Я встречусь с вами ровно через неделю. В гостях у меня будет тоже очень интересный гость. Сохраню интригу на социальных сетях, запрещенных и незапрещенных. Вы всегда можете увидеть анонсы нашего следующего эфира. На этом пока! Субтитры создавал DimaTorzok